Сегодня кажется вполне привычным, что у землян есть свой дом на околоземной орбите, Международная космическая станция, сооружение весом под 200 тонн, которое парит в безвоздушном пространстве. А еще сто лет назад ученого, который предсказывал, что человечество будет летать в космос и жить вне Земли, считали сумасшедшим. Константин Эдуардович Циолковский сделал величайшее открытие, что человечество не является вечным пленником Земли, как до этого считала вся наука и идеалистическая, и материалистическая. Константин Эдуардович первым рассчитал формулу движения ракеты. По его формуле космической скорости можно достичь, если взять топливо в 4 раза больше, чем весит сама ракета. Ученый предложил создать космический поезд, соединив вместе несколько ракет с топливом и одну для людей. Эти ракетные поезда, это все равно, что многоступенчатая ракета. То есть первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Это связка ракет, она летит, и она до сих пор применяется. Это просто для него было, и он значения большого не придавал. Формула простая, но ее назвали формулой Циолковского. Современные ракеты до сих пор преодолевают земное притяжение по формуле Циолковского, выведенной более века назад. Его статья, опубликованная в начале 20 века, называлась «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Если бы тогда к ней отнеслись серьезно, возможно, космическая эра наступила бы раньше. Почитайте его книги о космических путешествиях, и все понятно. И шлюзовые камеры, и скафандры, и все, 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 как будто он все видел, и все это рисовал. Предлагал строить эфирные города в эфире, где-то брать, допустим, материалы с планет, делайте города, большие станции. Прообразом такого эфирного города можно считать орбитальную космическую станцию «Салют». Впервые земной островок был выведен на орбиту в апреле 1971 года. Потом была станция «Мир». Сейчас на околоземной орбите работает уже Международная космическая станция. Ученые до сих пор удивляются, откуда человек, никогда не покидавший Землю, знал, как будут вести себя в невесомости разные предметы. Можно ли воспользоваться движением Земли, чтобы добывать энергию? Можно ли с помощью, скажем, цельнометаллических дирижаблей решить главную проблему России, транспортную проблему, необходимую для освоения российских просторов? И вот среди этих проблем оказалась проблема выхода, преодоления земной гравитации. Однажды в библиотеке Целковский встретился с Николаем Федоровым, основоположником русского космизма. Он посвятил Целковского в свою теорию. Души умерших обитают в космосе и в какой-то момент могут воскреснуть и вернуться на Землю. Целковский верил в это. И вот если посмотреть его книги, вот вся эта его идея освоения Солнца, освоения других звездных систем, это то, чтобы было бы то место, где нужно разместить вот умершие, наших бывших умерших предшественников, которые живут. Вот этого нигде, обычно об этом не говорили, но ведь это первоначально, вся его философия строилась на этом. Ученый приходит к выводу, земная цивилизация неминуемо погибнет от геологической катастрофы, падения метеорита или другого вселенского катаклизма. Но выйдя в космос и расселившись во Вселенной, человечество может стать бессмертным. Своих лет я работал над реактивным двигателем и был уверен, что прогулки на Марс начнутся лишь через многие сотни лет. Но сроки меняются. На самом деле, до первого полета человека в космос оставалось чуть более четверти века. Субтитры создавал DimaTorzok